Это последние штыки одного из этапов большой работы по прокладке нового участка нефтесборного коллектора на Лас-Йоганском месторождении ТПП Лангипас Нефтегаз. Еще одна часть трубопровода удачно прошла состыковку по скоростной технологии батлера, то есть без сварных швов методом впрессовки труб одна в другую. Металлическую поверхность обрабатывают праймером, то есть грунтовочным материалом. Далее в строительный бой вступает изоляционная машина. Техника оборачивает трубу специальным защитным материалом. Что интересно, двигатель у машины отечественного производства и носит название «Брат». При строительстве нового участка нефтесборной сети седьмого цеха подрядчиками соблюдается необходимая технология. Нефтяники постоянно контролируют ход работ. Захлесты, чтобы был не менее 35 миллиметров. Ну и естественно, при разработке траншеи, чтобы не было задиров, при укладке так же. Мы проходим, проверяем качество изоляции, сдаем стройконтролю. Этот участок нефтесборного коллектора протяженностью чуть больше 6 километров строится взамен уже существующего. Таким образом, нефтяники обеспечат высокий показатель безаварийной работы. Ведь именно нефтесборные сети, по сути, кровеносная система седьмого цеха. По этой трубе будут транспортировать ценные углеводороды на дожимную насосную станцию более чем с 40 кустовых площадок Лос-Йоганского месторождения. Этот участок нефтесборного коллектора кардинально отличается от своего предшественника прежде всего внутренним антикоррозийным покрытием. Вот так оно выглядит. Изнутри труба похожа на эмалированную посуду. Покрытие внутреннее состоит на основе эпоксидной смолы и специальных добавок, порошковых добавок, которые обеспечат безаварийную работу. Заявленный срок службы трубопровода – 20 лет. Применяемое внутреннее покрытие более устойчиво к разрешению. Кроме того, такая реконструкция позволит вовлечь пока не задействованные объекты добычи. По этому трубопроводу будут эти узлы устанавливаться, чтобы в дальнейшем эти кусты, которые находятся в консервации, с возможностью их дальнейшей эксплуатации, то есть врезки и так далее. С 2015-го у Лангипас нефтегази с инновационным внутренним покрытием строятся и высоконапорные водоводы. Вообще магистрали на всех месторождениях планомерно пойдут под замену. В 2017-м на реконструкцию и строительство трубопроводного транспорта обществом «Лукоил Западная Сибирь» выделено порядка 10 миллиардов рублей. На новых участках промысла, таких как, например, западный Покамаз, 19 километров нефтегазопровода в две нити – основная и резервная. В целях защиты экологии магистрали из толстостенной трубы с высокой инновационной антикоррозийной защитой поместят футляры. Еще подводный переход протяженностью более полукилометра – это сооружение сверхсложное, которое также оснащено системой защиты водоема от загрязнений. Все это направлено на то, чтобы прежде всего не навредить окружающему миру. Антон Сазонов, Станислав Крумко. Специально для новостей.